Вероника Аболенская с детства мечтала управлять большой техникой. Любовь к автомобилям ей привели старшие братья. Женщина 11 лет проработала водителем троллейбуса, потом решила пересесть на автобус, которым управляет уже 6 лет. Сейчас Вероника не только выходит на городские маршруты, но и занимает должность бригадира. В ее подчинении мужчины – 54 сотрудника. У нас зарплата наравне с мужчинами. И даже одна из больших в Самаре, между прочим, подбирают графики подходящие. Поэтому, девочки, не пугайтесь, и детей будете успевать в сад водить, и в школу, и на кружки. Ну и у нас очень хороший мужской дружный коллектив. Всегда помогают и подставят нужное время про плечо свое. Это вот честно. Женщина признается, что любит свой родной 24-й маршрут, ведущий в историческую часть города. Чтобы вовремя прибыть на работу, просыпается в 4 утра. И хотя Вероника работает водителем давно, некоторые пассажиры до сих пор удивляются, увидев ее за рулем. Стереотип о гендерном различии в части профессиональных навыков Вероника считает пережитком прошлого. За время работы в транспортной отрасли она получила несколько наград, в том числе от губернатора Самарской области. Одну – за служение людям, за работу во время пандемии, другую – за безаварийное вождение, и еще одну – за пассажирские перевозки во время чемпионата мира по футболу в Самаре в 2018 году. Вероника Степлом вспоминает этот период. Мексиканцы подарили ей сомбреро, а аргентинцы пели песни всю дорогу. На творчество тоже находится время. Вероника-блогер снимает видео для соцсетей. Среди самарских пассажиров немало тех, кто уважает Веронику и благодарит ее в письмах, которые отправляет транспортные компании, где работает женщина. Каждый раз, когда выходим, желаю спасибо вам большое. Очень приятно, когда женщина за рулем. В 2023 году Вероника стала первой женщиной, принявшей участие в областном этапе конкурса водительского мастерства. В этом году она хочет испытать удачу еще раз, чтобы попасть на всероссийские соревнования. Поэтому продолжает повышать уровень своих знаний, профессиональных навыков и при подготовке к рейсам и на маршруте. Виктория Шара и Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.